Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Долго я собирался с духом, но таки решил приготовить сельчичон или головизну или зельц. Что это такое? Во всех странах, в которых регулярно употребляют свинину, в той или иной форме существует это блюдо. Суть очень проста. Берут свиные головы, подготавливают соответствующим образом, затем отваривают долго до такого состояния, что мясо разваливается с костей, после чего мясо собирают, приправляют различным образом, собирают формы, подпрессовывают, иногда еще дополнительно тепловой обработки подвергают и охлаждают. Получается эдакая ветчина из отваренного мяса. Плотная закуска. Классно вкусная штука. Что касается схемы подготовки, то она, конечно, несколько отличается. В раз разных странах, я взял за основу рецепты спрашивания техноклассного производства под редакцией Рогова и товарищей. Там, в разделе «Головы свиные вареные» или «Мясо головы свиных вареных» сейчас еще не помню, есть три варианта подготовки. Первый вариант, когда головы просто отваривают в воде, подсоленной, обычно поваренной солью. Второй вариант. Головы засаливают в рассоле с нитритной солью в течение суток, потом поправляют на стекание на два часа, после чего отваривают так же, как в первом случае, просто уже в воде. И третий случай, когда головы рубят пополам, шприцуют или не шприцуют, это написано по желанию. Потом засаливают в таком же рассоле от трех до пяти суток, причем время в данном случае зависит от того, шприцевали их или нет. Понятно, что шприцованным достаточно трех суток засаливания. После чего простоленные, таким образом, головы вымачивают в течение двух часов в воде с температурой 20-25 градусов. И затем варят, как и в первом случае, варка происходит длительное время, 3-4 часа, после чего мясо отделяют от костей, добавляют специи и пряности по желанию, раскладывают по формам, подпрессовывают и в некоторых случаях еще и балдеть тепловую работу туда не дают. После чего охлаждают, получается вот такая вот закуска. Я свиную голову заказал у знакомого мясника, сейчас иду на рынок, и мы будем с вами эту голову забирать. Все хорошо, как всегда. Какие весы? 4 килограмма. 4 килограмма. Очень хорошо. 4,5 килограмма получилась. Какие весы? 3,5 килограмма. 3,5 килограмма. 13 килограмма. 13 килограмма. В общественных местах надо заходить в маски по исманским законам. Сейчас на улицу выйду и сниму. Несмотря на то, что уже целый путь народа у нас здесь привили, продолжается этот масочный карнавал. Субтитры сделал DimaTorzok. Добрался до дома, сейчас все засолю. Один момент. Мне нравится зельц, главизна или сольчечон, называйте как хотите. Такое, что в нем сочетались одновременно и хрумтящие ломтики. Да, ревнители русского языка, которые якобы знают, что в языке слова хрумтеть нет. Лучше книги читайте или в гугле хотя бы посмотрите. Есть и хрумтеть, и хрумкать. Так вот нравится, когда в готовом продукте сочетается одновременно и мясо в чистом виде, и все вот эти вот ушки, ножки, пятачки, языки. Кстати, от головы ушки тоже сейчас отрежу. Рушной проход весь нужно вырезать. Его вычистить нормально не получится, поэтому просто вырезаем и выбрасываем. Все это промою хорошенько, отскоблю за кадром и вернусь. Засаливать буду по второй схеме. То есть целую, я имею в виду, неразрубленную голову, залью рассолом вместе со всем этим добром, оставлю на сутки в холодильнике просаливаться, завтра на 2 часа на истекание без рассола уже, соответственно, и варить. Пропорции рассола в описании под роликом. В конце ролика в ситрах тоже указываю. Всего же его нужно приготовить столько, чтобы все мясо было рассолом покрыто. Мясо в посудину и залить рассолом. На сегодня все. Убираю это в холодильник на сутки. Вчера замотался, не было времени готовить, так что мясо у меня просаливается уже вторые сутки. Сейчас хорошенько промою подплоточной водой и начну варить. Процесс длительный. Ушкам и языкам, конечно, хватит и пары часов, а вот голова и ножка будут вариться часа 3, а то и 4. Нужно, чтобы мясо от костей отваливалось. Пену, конечно же, надо снимать. Варить на таком огне, чтобы кипения почти не было. Все, сварилось и остыло. Мясо отделет костей, с языков сниму шкурку, все нарежу кусочками. После чего приправляем мелкорубленным чесноком, с солью при необходимости, перцем, раскладываем по формам или набиваем в колбасную оболочку. Если при варке очень уж много соли в бульон ушло, то и досолить так, как следует. Короче, все по вкусу. Отлил небольшое количество бульона и заварил в нем лавровый лист. Сейчас этим лавровым листом, отваром этим, залью мясо. Музыка. 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 Теперь важный момент. Как ни старайся, как ни отмывай разделочную доску, она нестерильна. Чеснок и перец тоже нестерильны. Так что я сейчас в сырье какую-то микрофлору внес. Не факт, что полезную. Поэтому сейчас нужно провести вторичную термообработку. Я это сделаю в духовке с паром. При температуре 80-85 градусов оставлю часа натрия. Если вы будете собирать свой сельфизон, зельце, любую зну, как хотите называйте, в форме, придавить сырье гнетом для большей плотности готового продукта. По окончании термообработки опущу батоны в воду со льдом для максимально быстрого охлаждения. Скорость охлаждения тоже очень важна. Термообработка все бактерии не убьют, какие там достанутся. Они наиболее благоприятно себя чувствуют и хорошо развиваются при температуре 20-28 градусов. Вот если вы будете охлаждать при комнатной температуре, процесс охлаждения будет медленный. И время вот в этом диапазоне, между 28 и 20, будет большое. Они успеют развиться достаточно сильно. Если мы очень быстро охлаждаем, то время прохождения вот этого критического диапазона достаточно быстрое. Мы тем самым увеличиваем срок хранения готового продукта. Видите, прекрасное зрелище. Очень плотная такая головизна. Опять же, повторюсь, или слицезон, или зелец, как хотите, называйте. С мощным чесночным ароматом. Просто супер. Это прекрасная закуска. В качестве бутера вообще вот так вот трескается. Просто замечательно. Супер. Долго готовить. Ждать, пока голова сварится. Разобрать. Потом набивать. И это набивать не очень удобно в такие оболочки. А если форму заложить и подпрессовать это дело, то вообще все просто получается. Так что готовьте. Классная штука. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok